всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим про смартфоны стоимостью от 20 до 30 тысяч российских рублей ну или от 300 до 450 долларов это уже такие достаточно серьезные аппараты с высокой производительностью и с крутой камерой здесь уже есть китайские флагманы но если вы ищете смартфон более дешевый только подсказки сверху можете посмотреть предыдущий видеоролик там я про них рассказывал но мы с вами будем начинать буду максимально краток погнали я сегодня разобью смартфоны на такие мини-группы и первый производитель у нас это huawei по сути у huawei представлено две основных модели в этом новом сегменте это nova 3 и onr 10 но onr 10 уже немного устарел но в 3 это более такая свежая модель она выглядит посовременнее там меньше отступ внизу экрана сканер отпечатка пальцев переехал назад это на самом деле удобнее мне кажется потому что из кармана когда достаешь смартфон у тебя как бы палец уже сразу на сканер отпечатка лежит но с другой стороны если в основном у вас смартфон лежит на столе большую часть дня то на onr 10 будет поудобнее потому что можно сразу сверху не поднимая смартфон разблокировать но с точки зрения внешнего вида все-таки nova 3 выглядит реально свежее там немного побольше экран а так в целом смартфоны практически полностью идентичны там стоит 970 кирин то есть вы сможете в игрушки на ультрах поиграть этот флагманский прошлогодний процессор достаточно крутая камера приближенная к флагманам но к сожалению нету оптической стабилизации да пока еще за эту цену она недоступна ну и конечно стоит отметить очень красивую градиентную заднюю крышку давайте сейчас на е-каталоге более подробно сравним эти два телефона посмотрим какие есть отличия значит экран как я уже сказал на ново 3 он побольше 6 3 дюйма против 584 на обоих смартфонах у нас есть функция nfc поддержка вай-фай 5 гигагерц для некоторых это важно на ново 3 соответственно чуть чуть побольше аккумулятор 3750 миллиампер часов на полный день его должно хватать без проблем также я бы еще хотел отметить что на ново 3 у нас есть более продвинутый фронтальный сканер лица как на айфоне он лучше работает ночью и еще на ново 3 есть возможность установить карту памяти на онри 10 этого сделать нельзя ну а что касается цен давайте посмотрим сколько стоят эти аппараты ново 3 мы можем найти в принципе сейчас за 25 тысяч рублей примерно это самый такой дешевый вариант если поищите интернет магазин а вот он r10 стоит дешевле его можно поискать за 21 тысяч рублей примерно можно даже за двадцатку найти если очень постарайтесь то есть как видите разница в цене составляет практически 5000 рублей стоит ли переплачивать но здесь уже решать вам мне кажется стоит переплатить все-таки ново 3 более свежий такой аппарат вот здесь вот сверху выбираете свой город и вы сможете найти интернет-магазин именно у себя с самыми выгодными ценами для вашего удобства ссылки на сами смартфоны описании под видео оставлю так что заходите смотрите и сравнивать следующий по очереди у нас идет компания сяоми у нее тоже два таких основных смартфона в этом сегменте и они очень похожи по начинке это mi8 и mi mix 2s это более продвинутый смартфон и чем у huawei потому что здесь уже более высокая производительность 845 snapdragon уже в игр на ультрах вообще без проблем без просадок поиграете также есть более навороченная камера уже с оптической стабилизацией разница в цене примерно такая же между ними mi8 25 тысяч рублей mi mix 2s можно найти где-то под 30 . но есть некоторые минусы на самом деле по сравнению с huawei потому что этот смартфон надо еще подготовить к использованию когда купил нужно отключить рекламу в прошивке там регион настроить и прочее прочее также нужно убедиться что ты купил глобальную версию это желательно ну даже обязательно чтобы не было у вас точно никаких проблем основная разница между этими смартфонами заключается во внешнем виде если mi8 это обычный смартфон с огромнейшей челкой что я считаю минусом то mi mix 2s имеет достаточно уникальный дизайн у него сверху очень узкая рамка но снизу большая борода и в ней установлена фронтальная камера и чтобы фоткаться сэлфи нужно телефон переворачивать это не совсем удобно также здесь стоит IPS экран в отличие от amoled на mi8 еще есть беспроводная зарядка можно отметить наличие стереозвука но разговорный динамик здесь не очень хорошо вытягивает поэтому по сути дела звук такой же примерно как и на mi8 следующий смартфон я вам хотел порекомендовать от компании meizu вообще сначала хотел посоветовать 16x но там нет аудио чипа поэтому я вам посоветую meizu 15 этот смартфон сейчас подешевел его можно взять где-то за двадцать очку там за двадцать одну двадцать две тысячи рублей но это смартфон реально с офигенным звуком с офигенным и во внешнем динамике и в наушниках и в обычных и в bluetooth нах и так далее так что если вы любите послушать музыку это реально вариант для вас звук прям вот существенно отличается от обычных смартфонов прямо туши радуются рекомендую вам взять этот аппарат из минусов можно отметить сыроватую все-таки прошивку flyм она уступает конечно и huawei и xiaomi но в принципе она более-менее ничего пользоваться можно прям совсем плохой и не назовешь ну и также принципе плюсом можно отнести то что нет челки для тех кто не переносит китайцев есть замечательная компания samsung ну samsung за эту цену я считаю есть две наиболее оптимальные модели это galaxy a 7 и a 8 обе 2018 года ну а 7 это более свежая модель я считаю более предпочтительной к покупке там есть третья камера типа фиша и такая широкоугольная но без искажений в остальном смартфоны тоже практически идентичны единственное что а 8 он покомпактнее немного 5 и 6 дюйма против 6 диагональ экрана но еще хочется отметить то что цена у них примерно одинаковая там плюс-минус 20 тысяч рублей смотря где будет покупать поэтому все-таки лучше а 7 но более разумным вариантом я думаю что будет взять galaxy s 8 он конечно дороже стоит уже 30 . но это будет все-таки флагманский смартфон он более мощные камера там круче хоть там не три модуля но зато есть оптическая стабилизация в целом делает более крутые фото и видео конечно есть недостатки определенные основное это то что батарея маленькая на 3 тысячи все-таки сейчас это уже никуда не годится но все равно ребят это флагман так или иначе он лучше чем а серия за 30 . конечно будет найти сложновато но в принципе можно купить на авито даже дешевле там многие продают их состояние нового ну и также интернет-магазинах некоторых принципе есть такая цена ну и последний ребят смартфон сегодняшнем топе это в банк класс 6 до вывоз 30 . тоже найдете конечно же с трудом в основном он стоит чуть-чуть совсем больше но в принципе можно найти просто смартфон реально крутой там топовое железо 2018 год он реально быстрый почему потому что там стоит оболочка oxygen но по сути дела это чистый android и он реально очень-очень резво работает это самый быстрый смартфон сегодняшней подборки и запас производительности там очень хорошего хватит на 3-4 года вперед вполне так что если вы цените именно скорость работы быстроту отклика на ваши действия от ван класс 6 это будет для вас отличным выбором ну и в целом это конечно же очень крутой смартфон здесь и камера отличная с оптической стабилизации делает крутые и фото и видео 4к даже в 60 фпс снимает из недостатков пожалуй только батарея опять же здесь она не такая большая на 3 300 это конечно получше чем у galaxy но все равно как-то маловато но тем не менее сам по себе смартфон офигенный здесь есть и nfc зарядка очень быстро он за час чем-то заряжается впечатления от смартфона действительно крутые ребят я считаю это самый лучший выбор если смотреть до 30 тысяч рублей так вот впритык прям но если вы хотите какой-то более универсальный вариант то мне кажется лучше взять нового 3 если как бы не принципиальные игры на ультра настройках то хуавей будет отличным выбором вот собственно говоря все смартфоны ребят пишите в комментариях какие модели вам еще понравились до 30 тысяч рублей какие вы можете посоветовать покупки но у меня сейчас будет для вас очень крутая новость я знаю что вы ребят любите надо мной поржать посмеяться моими шутками которых маловато стало в последнее время поэтому я открыл второй канал называется юмор тайм там будем шутить прямо отжигать по полной программе реально самые топовые шутки самые крутые анекдоты прям реально ржом угораем классно проводим время подписывайтесь на канал ссылку я оставлю в описании под этим роликом и в комментарии обязательно посмотрите видео там уже целых три или даже четыре видеоролика очень старались снимали для вас так что нажимайте на кнопки прямо сейчас на заставке смотрите ролики всем хорошего настроения пока